приветствую вас дорогие друзья в данном видео я рассмотрю обновление компоненты sp page builder 3.4.8 буквально вчера прилетело это обновление от разработчиков в нем нет никаких новых дополнений но существенно внесены изменения и дополнения в некоторые аддоны например это аддон слайд-шоу давайте более подробнее рассмотрим наш компонент наше обновление и что в нем произошло первое обновление это было обновление опции видеофона в дополнение слайд-шоу то есть разработчики сделали в слайд-шоу возможность сделать фоном у слайда у каждого слайда не только изображение но и видео давайте посмотрим на сайте как это все выглядит добавим новую строку и вставим наше дополнение слайд-шоу вот мы видим стандартные слайды с фоном виде картинки и здесь сейчас если мы зайдем в настройки слайда то у нас появляется вот такая вот до настройка видео background если мы выберем то у нас здесь есть возможность выбирать видео видео как загружена на сервер ваш сам со директорию самого сайта также можно использовать видео с ютюба то есть выбираем использовать использовать youtube и здесь можно указать ссылку на видео давайте попробуем установить видео не с ютюба загружена заранее на сайт у меня есть видеоролик вставляем видеоролик формате mp4 и видим что на слайде появилась фон видео виде видеоролика нажмем применить и сохраним страницу перейдем на нашу демо страничку посмотрим как это все выглядит вот пожалуйста нас первый слайд стал с видеофоном если мы переключим то у нас следующий слайд уже идет обычный с обычной картинкой таким образом можно делать очень интересные слайды используя кита короткие видеоролики чтобы не сильно грузили страницу либо вставлять видео с youtube дальше что у нас еще было сделано были добавлены 10 готовых видео слайдеров что это значит это означает что разработчики вставили уже готовые шаблоны слайдов давайте удалю этот формат и добавим готовый какой-то уже слайдер они находятся вот в этой панели получается в разделе blogs и вот здесь это выпадающий список здесь есть самом низу слайд-шоу видео background выбираем и у нас появляются вот 10 слайдов которые мы можем с вами просто перетащить сюда вставить и вот уже готовые примеры то есть не обязательно их использовать прямо на сайтах своих но единственное что даже здесь нужно быть видеофон тематически подобрать под себя но как пример как это сделается как это сделано это можно вполне использовать нажмем сохранить и перейдем на сам сайт обновим страницу вот как слайдер выглядит уже на самом сайте очень круто и классно это все смотрится просто безгранично можно проявлять фантазию снимать видео возможно даже на свой телефон тематические и вставлять уже вот к себе на сайт виде слайд-шоу следующий пункт который был добавлен это опция пауза при наведении на слайд опять же это касается дополнение слайд-шоу давайте вам продемонстрирую как это все выглядит вернемся на нашу страницу и вот здесь мы можем выставить в настройках каждого слайда зайдем настройки первого слайда возможность устанавливать паузу для при наведении курсора мыши на слайд он будет останавливаться и не будет смены слайдов за эту настройку отвечает вот этот переключатель пауз он холер но он появляется только когда у нас с вами включена настройка авто воспроизведение то есть если мы отключим то у нас с вами этот переключатель пропадает поэтому включаем авто воспроизведение и выбираем вот эту вот паузу при наведении сохраним наш слайд сохраним дополнение давайте посмотрим как это на сайте работает обновимся вот у нас прокручивается слайд сейчас подождем когда прокрутиться все три так долго сейчас 3 его давайте 1 включим если мы на него не наводим слайд то он меняется не наводим курсор а если мы на него наведем курсор и будем его держать то тогда у нас ведь и он не уходит то есть нет смены следующего слайда если человека заинтересовала как информация либо видео ваши то она будет прокручиваться по кругу пока он не уберет получается курсор с этого самого слайда ведь я убрал и у нас пошла смена слайда далее следующее что было добавлено была добавлена опция наложения фона в дополнение слайд-шоу опять же это касается изменений и улучшений дополнения слайд-шоу это наложение дополнительного фона это делается также в настройках каждого слайда то есть каждому слайду можно делать наложение и давайте посмотрим на как это было реализовано вот здесь и скоро color overlay наложение цвета мы можем здесь вот сделать красный можем сделать но любой другой цвет а также мы можем задавать градиентное наложение то есть мы можем задать разные цвета допустим красный и какой-нибудь вот такой все вот у нас снизу видео но понятно что нужно сделать прозрачность этим цветам чтобы была возможность увидеть что под ними то есть наш видеоролик но таким образом мы можем тут очень интересно поиграть с цветом и в зависимости от видеоролика какую-то дать эффект ему более сильный с помощью этого наложения цвета здесь уже стандартные настройки вы можете регулировать все вот эти вот переливы градиентные повороты и так далее следующее что было сделано это поддержка формата файлов изображения в.п. формат изображения в.п. это формат разработанной компании google он более лучше сжимает изображение формата jpeg png на 10 и более процентов то есть если даже формат jpeg был сжат с потерями качества то данный формат он еще более сильнее сжимает изображение и они очень хорошо устанавливаются на сайт виде картинок обычных фонов и все современные браузеры там google chrome firefox последние версии они уже поддерживают данный формат поэтому его есть смысл использовать у себя на сайтах заранее подготавливается изображение загружается возможно вы уже сталкивались что в яндекс картинках когда куда фотографию пытаешься скачать скачиваешь она форма с расширением в.п. и windows стандартными средствами не воспроизводит это изображение и приходится в этом перекодировать jpeg или еще в какой-то формат вот и сейчас получается что конструктор spph builder стал поддерживать данное расширение но есть такая особенность что данное расширение поддерживается php библиотекой только с версии 5.6 то есть надо чтобы у вас на хостинге данная библиотека была установлена тогда вы сможете пользоваться данным расширением но это можно уставу уточнить у техподдержки вашего хостинга поэтому я думаю с этим проблем не возникнет следующий была добавлена опция пост лимит ограничения постов для дополнения в скроллер статей что это означает это означает что допустим возьмем наше дополнение скроллер статей артикул скроллер перри поставим его и вот здесь мы с вами можем сейчас устанавливать количество показа давайте сделаем скроллер применим вот у нас получается сейчас три статьи если мы обратим внимание то они у нас вращаются по кругу здесь на стройках у нас указано что показывать по три статьи то есть вот у нас раз два три они визуально отображаются число статей для слайда то есть они по одной прокручиваются одна уходит одна приходит и вот здесь у нас появилась настройка это лимит лимит 12 то есть допустим у нас с вами есть 15 статей но здесь будут показываться только первые там 12 штук другие три не будут здесь показываться и будто не прокручиваться по кругу кроме вот тех последних трех статей поэтому из всех категорий видите здесь выбраны все категории конечно здесь может быть какую-то конкретную категорию вот и здесь можно устанавливать лимит допустим у нас сейчас реально там порядка пяти статей и давайте попробуем сделать такое-то ограничение сделаем на показ два слайда пролистывать по одному слайду и здесь делаем лимит на показ двух слайдов жена применить и сейчас видим что у нас просто будет первый слайд но не слайд соответственно новость уходить и снизу же она будет появляться то есть они вот в таком виде просто буду сейчас циркулировать соответственно если мы сделаем здесь допустим пять лимит то у нас будет пять новостей прокручиваться по одному по кругу сейчас будет уходить потом еще три статьи покажутся и вот так они будут циркулировать соответственно вот эта настройка она регулирует показ вот этих вот всех статей так давайте дальше посмотрим что у нас еще с вами было добавлено это было добавлено возможность редактировать модуль sp page builder с фронт-энда сайта если вы знаете то на самом сайте никогда нельзя было редактировать модули частности модули конструктора если в админке посмотреть зайти в раздел модули и здесь вот допустим создать вот ноут он есть модуль по умолчанию установлен сейчас он стал вот виде такой кнопки более ранних версиях три четыре семь даже здесь открывал сразу поле для редактирования можно было добавлять новую строку колонки дополнение вставлять все это выводить позицию а сейчас мы сделали вот таким образом что это означает это можно нажать на ту кнопку открывается новая вкладка и получается что здесь визуально можно добавлять и редактировать модуль вот допустим мы сделали 4 вкладочки давайте для примера добавим просто сюда какую-то информацию вот изображение вставим давайте вставим еще что-нибудь допустим блок особенностей и просто продублируем еще раз вот так вот и все вот у нас получается такая строка что мы сейчас делаем мы сейчас сохраняем это можно уже принципе закрыть и здесь так вот сохранять тоже сохраним модуль и до его надо опубликовать называется у нас по page builder по-другому вы не будем переименовывать и вставим его на нашей странице удалим вот эти лишние дополнения которые мы с вами рассматривали нужно ее применить так сохранить обновить чтобы у нас модуль появился в настройках все теперь мы можем с вами добавить новую строку вставим jumbo модуль и вот здесь в упадающем списке у нас должен появиться наш модуль вот он здесь нажимаем применить все мы видим с вами что он у нас появился мы его сейчас здесь не можем редактировать то есть мы нажимаем карандашик у нас открывается только вот стандартные настройки это выбор типа модуля также выбор самого модуля нажимаем применить сохранить и нас и мы на самом сайте сейчас проверим все вот у нас модуль появился моего вставили раньше для того чтобы такой модуль исправить нам приходилось заходить вот сюда в админку и вот здесь править без визуального редактора данный модуль соответственно это усложняло задачу потому что мы не видим что там на нем происходит нам надо внести значение сохранить потом вернуться на страницу обновиться посмотреть а они правильно да и в общем это очень было все сложно сейчас разработчики сделали как мне кажется очень классную штуку сейчас это все делается визуально то есть мы просто сюда нажимаем здесь надо также надо зайти в админку надо зайти в модуль и нажать кнопку редактирования но уже модуль нас открывается на самой странице этот модуль будет не в не в дизайне странице то есть что я хочу сказать если мы сейчас здесь смотрите добавим допустим какой-то блок пусть это будет вот слайдер да и ниже мы добавим какой-нибудь в эти отзывы промотаем добавим какие-то отзывы вот снизу так вот мы ставили сохраним на самой странице это все будет выглядеть вот так то есть слайдер наш модуль и отзывы но при редактировании если вот мы сейчас нажмем редактировать он появится можно сказать голом виде то есть ничего нет ни сверху ни снизу но это позволяет нам его просто редактировать визуально то есть мы можем сменить допустим цвет иконки допустим у этого поменять цвет и цветом текста даже заголовка цвет иконки вот для примера я просто поменяю чтобы вы наглядно видели нажимаем сохранить эта вкладка в принципе уже теряет свой смысл можно закрыть если вы внесли все изменения а на самом сайте мы просто обновим страницу и мы видим что у нас внеслись изменения в наш модуль с ппс билдер даже здесь не надо нажимать сохранить после этого мы уже сохранились получается на странице редактирования модуля и мы видим что у нас внеслись изменения это очень классно это будет экономить очень много времени еще такой момент я бы конечно сделал что можно было бы вот на самой странице конструктора где мы вставили модуль вот здесь вот настройках самого дополнения jumla модуль эту кнопочку я бы сделал бы вот где-нибудь здесь либо в стилях ну то есть чтобы можно было выходить в настройки вот этого модуля визуально редактирование самого дополнения это было бы еще круче то есть это бы экономило время и не надо было бы заходить в саму админку искать модуль если их очень много допустим и заходить вот в эту кнопочку следующее что у нас было еще добавлено было добавление больше не было мы были обновления удалили опцию отключения информации о видео из дополнения видео давайте зайдем нашу страницу посмотрим здесь дополнение видео и вот здесь вот настройках когда была выбрана youtube вот здесь была настройка показывать информацию о видео то есть это вот заголовок эти вот все ссылки поделиться посмотреть позже различные потом всплывающие на подсказки рекомендуемое видео это раньше можно было отключать на связи с политикой google сама google отключила вот эту опцию показа информации поэтому она устарела и разработчики удалили из этого дополнения но она была бесполезна потому что она не выполняла свой функционал дальше последнее что было сделано это был обновлен и оптимизирован оптимизированная система для лояут банда банда то это что означает если мы перейдем сюда и вот здесь вот в настройках у нас есть layout то есть как бы шаблон вот этот интерфейс был обновлен сейчас стало более удобно перемещаться по категориям допустим от корпоративный сайт мы можем с вами при наведении мышки у нас страница если он длинно прокручивается полностью мы можем визуально посмотреть также мы можем переключаться и здесь будем видеть и более крупную версию в этом плане здесь вот это все было обновлено также мы можем здесь импортировать этот шаблон одной кнопочкой нажали все у нас шаблон полностью установился ну опять же эти шаблоны так если для ознакомления какого-то посмотреть но использовать я бы их вам не советовал это все можно сделать самим лучше на этом я буду заканчивать все обновления мы с вами рассмотрели были еще конечно различные правки всякие баги исправления но это рассматривать видео я не думаю не стоит плюс сегодня уже вышло обновление 3 4 9 но в нем опять же было неси никаких-то срочных правок так как вчера была версия 3 4 8 выпущена сегодня же 3 4 9 обычно это происходит когда какие-то критические были ошибки сделаны и разработчики очень быстро подлатали эти неисправности на этом у меня все ставьте лайки оставляйте ваши комментарии и до встречи в следующих видео